Привет, друзья! Сегодня у нас 8 апреля, а завтра 9 апреля. Завтра вербное воскресенье. Всех моих подписчиков, просто знакомых, друзей, родственников, поздравляю со светлым праздником вербного воскресенья, счастья вам, мира, любви, мирного неба над головой и всего-всего самого наилучшего. Сегодня, на 8 апреля я опоздал, но в этот день православная церковь почитает собор архангела Гавриила. Если светлый восход солнца на Гавриила, убирают всю самую сбрую. Ну а сегодня восход солнца у нас был светлый. Какова погода на Гавриила, такова будет и 8 октября. А у нас до обед было солнце, потом пасмурно, хотя по прогнозу дождя, но дождя нет. Женщины в этот день оканчивали последнюю пряжу, потому что начинаются уже праздники. Если зазеленела черемуха на улице, а у нас прям возле калитки черемуха, она уже давно зазеленела, пора сажать ранний картофель. А мы уже и посадили. Ха-ха-ха, вот так вот. Родившимся в этот день следует носить берилл. Камень такой, берилл. А завтра 9 апреля, кроме вербного воскресенья, еще и матрены-наставицы. В этот день православная церковь почитает мученицу Матрону Солунскую. Пролетает чибис, сходит последний снежный наст. Во двор свозили остатки сена. Ну, уже и трава. У нас уже травы полно. На Матрену щука хвостом лед пробивает, а нас льда уже месяц нет. В этот день отбирали репу на семена. А родившимся в этот день следует носить аметист. Ну, вот такие вкратце приметы на сегодня и на завтра. Я же говорю, еще плюс ко всему, завтра вербное воскресенье. Поэтому, друзья, празднуйте. Завтра надо идти в церковь, святить вербу и священной водой, ой, в это, священной вербой, веточками, все друг друга должны, ну, побить, как бы, ну, не сильно, только, а то вы уздуру отхлыскаете, что аж кровь на спине и на попе повыступает, легенько, чтобы и знать все недуги и все, и все, и все прочее остальное. И так же скотину сходить, похлыскать. Поняли? Все, вот такие приметы. Был рад вам все это рассказать. Сергей Котляров на YouTube. Подписывайтесь. Пока-пока. С праздником вас!